Глава двадцать шестая Агриппа сказал Павлу Позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Царь Агриппа, Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал. В Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я, Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Поэтому царь Агриппа я не воспротивился небесному видению. «Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первой из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест», сказал он, «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих ус». Когда он сказал это, царь и правитель, вереникой, сидевшие с ними, встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти Иллиус не делает. И сказал Агриппа Фесту, «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Посему и решился правитель послать его к кесарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!